Здравствуйте, дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема грибы. Грибов на свете много. Тайга большая, леса огромные. Но кому охота тащиться и кормить томоводов, слепней комаров, мошек и так далее? Никому. Поэтому я предпочитаю иметь грибы на садовом участке. У меня не получается, а я их сею. Я упрямая, и мое упрямство границ не знает. И вы это знаете. И я буду каждый год высевать, заражать мицелием свою землю. И я буду ждать, когда это счастье случится. Я выбрала белый гриб, две разновидности, один рыжик и подберезовик. Мне очень нравятся все эти три разновидности грибов. Я их просто обожаю искать, собирать. Но я уже слышу ваш вопрос, что грибы, может быть, не полезны на садовом участке? Нет, мои дорогие. Это не те грибы, которые ранят наши деревья и развиваются на стволах. Совсем даже нет. Эти грибы никакого вреда ни плодовому саду, если там посадить, ни уж тем более зоне отдыха. Они не принесут. Главное выбрать правильно почву. И давайте начнем с белых грибов. Вот здесь есть белый гриб березовый и просто белый гриб, который, да, прекрасно будет расти еще и под сосновыми деревьями. Выбираем такое место, где растут деревья, которым не менее, ну, хотя бы пяти лет. Вот у меня примерно такие деревья. Здесь есть и пихты, и сосны, и кедры, и яблони. То есть ему, в принципе, не так уж и важно, лишь бы это, ну, не был вот именно плодовый сад, потому что белый гриб предпочтет березу и хвойники. Так, убираем лишние пачки. Так, на выбор. Кого откроем? Давайте березовый, потому что березы рядом, и опад, и почва здесь должны соответствовать тому, что написано в рекомендации. Рекомендация пошаговая. Что нужно сделать с самого начала? Выкопать лунку не менее объемом 3-5 литров. Легко, правда? 3-5 литров очень легко. Потом нужно в образовавшееся углубление и выкопанную землю необходимо очистить от сорняков травы и прочей посторонней растительности. Если почва сухая, увлажнить ямку 2 литра чистой воды, а потом, когда вы заразите мицелием, тут все написано посыпать, не уплотнять, вернуть эту чищенную почву без сорняков и пролить еще 3 литра воды. Ну, это же легко. Это же вам не грядку копать на целике. Значит, пока пачку оставим в покое и копаем лунку. Я правда упрямая. Значит, лунку выкопаем так, чтобы опад с березой здесь присутствовал. Вот он есть. И как бы хвойнички были недалеко. Ну, поехали. Просто вырежем в дерне вот такой квадратик. Нет ничего страшного в этом и нет ничего сложного. Так, ее нужно обкопать, чтобы вытащить вот этот вот кусок почвы. Объемом 3-5 литров. Так, аккуратненько убираем эту почву. И в рекомендации написано, что глубина лунки должна быть не менее 30 сантиметров. Ну, это, в принципе, трехлитровая банка. Значит, убираем. О, березовые корни. Ну, ничего, мы их обойдем слегка. Не страшно. Так. Ну, копнем сюда пошире. Тоже ничего страшного нет. Там могут встречаться камни. У нас тут каменистая местность. Нам надо сделать такой домик для грибницы, чтобы она там спокойно существовала. Ну, в принципе, если не хотите копать глубже, то, в принципе, вот так достаточно. Теперь надо освободить землю от сорняков. Так, вот здесь вот у нас в основном сорняки. Но, вы знаете, мы просто обтрясем. Видите, какая хорошая почва. Здесь все подгнивает потихоньку. Все здесь пропитано опадом травяным, листовым. Так. Вот какая она славная. Так. Вот это убираем. Это нам не нужно. У нас останется вот эта вот замечательная питательная почва. Теперь нужно увлажнить почву. Облить эту лунку хотя бы двумя литрами воды. Не жалко? Налейте больше. Но не должно быть прямо вот так все течь. Этого нет. Ну все. Два литра есть. Все по инструкции делаем. Так. Перемещаюсь, чтобы было удобно. Открываем пачку. Сейчас увидим, что там у нас имеется. Так. Все в карман. А вот там в специальном пакетике есть мицелий. Вот он. Видите? Он почему-то насыпался еще и сюда. Так. Пакетик сохраняем, потому нам будет интересно, чего мы посеяли. Да? И мы только возьмем пакетик, сразу узнаем, что там должно вырасти. Здесь упаковка очень плотная. И вряд ли я ее открою. То есть упаковка сделана очень и очень правильно. Я попытаюсь, конечно, другим методом. Советским. Как чипсы открываете? Вот так. О, а там знаете что? Вот оно. Вот оно, которое несет на себе. Это питательная среда, которая заражена мицелием гриба. И все, что здесь есть в ладошке, как написано на пачке, распределить по лунке, присыпать почвой и не приминать и не придавливать. Это делать нельзя. В природе все по-другому. А теперь, мои дорогие, надо все это присыпать. Если вы будете производить посев в начале мая, а рекомендуется делать с мая по сентябрь, да, включительно, некоторые из видов грибов могут дать урожай уже через два с половиной месяца. Все зависит от того, будете ли вы поливать это через день и каждый день. Потому что при такой сухоте и жаре, которая у нас в Красноярске, конечно, влажность у нас тут просто пониженная. Вот я выкапывала лунку, а земля на штык лопаты просто сухая. Грибница этого не любит. Вот та штука, которая называется микориза, это как раз, ну, как бы царица вот этой грибницы, мама. А она будет себя хорошо чувствовать, если все-таки будет увлажненная почва. Слушайте, так жарко сегодня, что я просто не могу. Кусаются все, они уже просто меня заели. И я с этим что-нибудь придумаю. С гадами этими, прям сил нет никаких. Значит, засыпаем, ничего не приминая. Убираем вот все сорняки ненужные. Аккуратненько. Просеивать не надо, потому что слишком мелкая фракция как раз слежится очень сильно. Но и попадание туда корней каких-то ненужных, это все противопоказано. Убираем все ненужное, вот так. А еще я вам очень рекомендую засыпать для начала не просто почвой, которую мы сняли, а вот травяным перегноем. Вот я ведерко приготовила. Вот тут всякие, вот как в лесу, видите, это древесно-травяной перегной. И я это вот сюда засыплю. Там небольшой слой почвы родной. А теперь вот очень питательная среда, необходимая для развития грибницы. Так, засыпаем вот этой питательной почвой. Ну, не жалко, да? И ведро не жалко, лишь бы выросло. Значит, распределим ее не приминая. Можно сразу присыпать перегноем, травяным и древесным, но не коровьим. Слышите? Это другая среда. И она, скорее всего, кислая, для грибницы она вряд ли подходит. Раз так написано, нужно так и сделать. Так, засыпаем. Все, вот у нас тут чистенькая почва. Никаких тут травинок особых нету. Возвращаем с этой стороны. Ой, замечательная просто. Она вся горошками. Она прям не знаю. Хоть сам садись на нее. Я думаю, что эта почва очень гигроскопична. То есть она будет выбирать влаги много. Она вся горошками, как ей положено быть. Так вот, лишние все травы убираем из зоны нашего посева. Сделаем чуть-чуть луночкой, чтобы вода у нас все-таки не улетала за 5 секунд мимо лунки. И остальные, уже там 3 литра, как написано, можно больше. Проливаем лунку. Так, пытается убежать вода. Мы ее сейчас подгребем. Так. Здесь наклон небольшой, поэтому она так и ведет себя. Вода уходит быстро. Видите? Вообще, вот такие манипуляции, посев, заражение почвы грибницей, каким-то мицелием, лучше бы производить в раннее весеннее и в осеннее время, когда грибы не растут. Поэтому то, что я делаю сейчас, у меня другого выхода просто нет, времени нет. Но и сейчас грибы тоже от такой жары не растут, поэтому это нормально. И вы должны помнить, что грибница, она зародится тогда, когда будет и влажно, и температура, ночная и дневная, будут иметь разницу в 20-25 градусов. Первые белые грибы появляются на цвет черемухи. Почему? Да потому, что днем очень жарко, а ночью прямо заморозок. У нас в Сибири это так. 20-25 днем и 0, а то и минус 2, минус 3 ночью. И там вот в тайге, в лесах, там температура, естественно, даже ниже. Вот тогда родится грибница. А образование плодового тела на ней, это уже без разницы. Там температура, в принципе, лишь бы не мороз стоял, да, и не очень сильный холод. Вот. Средняя температура всегда дает возможность вырасти грибам. И если прохладно, грибы чистые, крепкие, а если жарко, то они все червивые. И вы это знаете. Вот чтобы не бегать с лукошком по тайге, не собирать клещей на свою старую, простите меня, да, то просто возьмите и посеете грибы у себя на участке. Никакой беды вашему участку такие грибы не принесут. Можно обязательно найти старый березовый пень и обязательно поселить туда. Например, опята. Опята есть летние, есть весенние, а есть осенние. Осенний опенок, он может замерзнуть, он не успевает вырасти, когда сразу вдруг зима наступает. Но когда придет весна, эти маленькие штучки, опяточки, они проснутся и начнут расти. И рано-рано весной на березах можно найти большие колонии именно опят. Хорошо себя ведут посаженные маслята, ну а рыжики, бесспорно, это царь грибов, это не белый гриб, это именно рыжик. Потому что ничего вкуснее жареных рыжиков со сливочками или со сметаной на свете белом не существует. Да и солененькие они тоже очень хороши. Я вам желаю успеха. И не надо говорить, что это все баловство. А наша жизнь состоит именно из этого. Я вам такого баловства всем желаю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok